пустыня атакама на севере чили это плато протяженностью около тысячи километров считается самым засушливым местом на земле здесь борются за выживание удивительные виды животных и растений в этих краях дожди случаются крайне редко странные похожие на кроликов грызуны большие кошки безгорбые верблюды легендарные танцующие птицы и даже пингвины с одной стороны эту уникальную пустыню омывают воды тихого океана а с другой она упирается в подножие ант мы покажем одни сутки из жизни созданий которые вопреки всему умудряются выжить в краю невероятной жары и холодов дикие животные 24 часа пустыня атакама конец декабря на севере чили в пустыне атакама начинается лето на рассвете температура поднимается чуть выше ноля всего через несколько часов она достигнет 26 градусов цельсия к тому времени этой стаи пингвинов здесь уже не будет несмотря на то что этим созданием привычная жизнь среди снегов они проводят круглый год на краю пустыни атакама на этих утесах обитает более тысячи пар они растят потомство в непосредственной близости от тихого океана однако добираться до этой кормушки дело нелегкое сначала им надо найти безопасный спуск по крутому склону а затем преодолеть последнее препятствие ляжбище недружелюбных и даже опасных морских львов морские львы нападают на пингвинов на суше и в океане на этот раз пронырливым птицам удалось миновать врагов целыми и невредимыми позже они вернутся с уловом для птенцов и снова пройдут через это испытание в нескольких километрах от берега за низкими холмами где поднимаются восходящие потоки теплого воздуха пустынная хищная птица парит над землей в поисках добычи пищи здесь мало и агуя или орлиный конюк питается всеми кого может поймать он охотится на мелких грузунов в особенности на пустынного аборигена дегу основную часть воды дегу добывает из растений и это помогает им выжить в суровых условиях но им нельзя терять бдительности сверху может спуститься хищник агуя относит дегу в гнездо где два голодных птенца томятся в ожидании но мать кормит лишь одного отпрыска один из птенцов намного сильнее другого он клюет своего слабого брата и отбирает у него пищу по суровой логике выживания родительница не вмешивается слабый птенец обречен на гибель с востока пустыню атакама окаймляют грандиозные анды здесь на границе пустыни и подножия гор обитают южноамериканские верблюды в отличие от африканских и азиатских видов у них нет горбов но гуанака и викунья все же относятся к семейству верблюдовых 45 миллионов лет назад в северной америке появились первые верблюды они расселились на юге затем отправились на запад до самой азии и вышли за ее пределы сегодня у самки гуанака трудный день через две недели после рождения детеныша она снова начнет спариваться по эти процессы происходят одновременно новорожденный должен встать на ноги как можно скорее поскольку в округе бродят такие хищники как чилийская большая кошка пума мать неустанно следит за своим малышом и подмечает малейшие признаки опасности пумы вводятся по всей территории чили летом молодня гуанака их главная добыча пумы бегают быстро но только на небольшие расстояния поэтому они предпочитают незаметно подкрадываться к гуанака мать услышала тревожный клёкот кайенской пигалицы пуму заметили и взволнованное стадо поспешно удалилась пока что юные гуанака в безопасности но с наступлением темноты все может измениться второй вид местных верблюдовых викунья уступает гуанака в размерах но вместе с гуанака они представляют собой дикие версии одомашненные ламы и альпаки этим утром в стаде произошло пополнение викуньи рожают днем так как ночные холода могут погубить новорожденного но детеныш способен пережить последующие ночи поскольку природа наградила его тончайшей теплой шерстью в середине двадцатого века она пользовалась большим спросом в брачный период самцы викуньи и гуанака вступают в борьбу южноамериканские верблюдовые появились на большой высоте в предгорьях ант и прекрасно приспособились к жизни в разреженной атмосфере они гоняются друг за другом несмотря на то что в воздухе мало кислорода но благодаря эритроцит меньшего размера чем у остальных животных кровь все равно доставляет в мышцы кислород в необходимом объеме лучше он добрый не человек 贝 Верблюды способны выживать в условиях скудной растительности и нехватки воды. Эти удивительные животные оказались на грани вымирания почти сто лет назад, когда на них стали охотиться из-за шерсти. Но сейчас их популяция восстанавливается. Незадолго до полудня температура начинает подниматься, и на склонах появляются другие травоядные и хищники. Всеядная лисица рада любой пище. Это неприхотливое создание прекрасно чувствует себя в суровых природных условиях Чили. Дневные животные, например, вискача, которые обитают в расщелинах скал, тоже выбираются понежиться на солнце. Вискачи выглядят и ведут себя как кролики, хотя они всего лишь их дальние родственники. Вискачи относятся к грызунам, как и их соседи андийские большухие хомячки, с которыми они поддерживают взаимовыгодные отношения. Соседи по столу, вискачи и большухие хомяки выработали собственную тактику выживания. Они оповещают друг друга. Завидев лису, караул предупреждает вискачи свистом, и те ныряют в свои скалистые убежища. Но один большухий хомячок оказался не слишком проворен. Величественные анды не подпускают к пустыне Атакама дожди, идущие с востока Чили. Поэтому она считается самой сухой пустыней в мире. В одной из ее долин условия настолько суровы, что там нет ни растительности, ни животных, за исключением одного пернатого специалиста по выживанию, который растит потомство в этом недружелюбном месте. К полудню в пустыне Атакама температура поднимается до 38 градусов Цельсия. Шестью часами ранее она была чуть выше ноля. Некоторые районы пустыни уже более 400 лет не знали дождя. Удивительно, но здесь обитает популяция серых чаек. Они выбрали для гнездования местность, в которой нет ни растений, ни других животных. Когда температура повышается, птицы дышат с раскрытым клювом, как собаки, и взъерошивают перья для дополнительной циркуляции воздуха у поверхности кожи. Так они охлаждают и яйцо, из которого вскоре вылупится птенец. Ему потребуется некоторое время, чтобы выбраться из скорлупы. В ходе эволюции скорлупа яиц серых чаек стала более плотной, чем у других птиц, чтобы предотвратить потерю воды. Но сквозь ее непроницаемые стенки почти не проходит кислород. В результате птенцы развиваются медленно, проводя в яйце 30 дней, дольше, чем у любого вида чаек с таким же размером яиц. Как ни странно, спустя всего неделю родители оставляют птенцов на целый день, когда улетают за рыбой. Они возвращаются лишь ночью. Это самый опасный и трудный период в их жизни. Пока они не смогут летать, их хрупкие тельца будут изнывать от беспощадной жары. Некоторые забираются повыше, в отчаянной попытке уловить дуновение ветерка. Они готовы идти по головам ради глотка свежего воздуха. Почему серая чайка выбрала такие суровые условия для гнездования? Существует предположение, что в прошлом эти чайки гнездились на берегах древних озер в этой местности. И это отложилось у них в генетической памяти. Ученые также предполагают, что они гнездятся здесь из-за отсутствия хищников. Птенцы дожидаются ночи, ведь именно тогда родители вернутся с берегов океана с пищей. Миллионы тонн анчоусов и других мелких рыб косяками ходят вдоль побережья Чили. Они привлекают не только серых чаек, но и другие виды птиц. Крачки-инки яростно ныряют в стаю анчоусов. Они хватают несколько рыбин и сразу возвращаются кормить птенцов. Анчоусы — золотая жила для прожорливых созданий. пеликаны способны заглотить 11 литров воды с анчоусами в свои горловые мешки. Они образуют огромные колонии вдоль побережья Чили. крупные птенцы рождаются без оперения, но быстро отращивают редкий пушок. Матери отрыгивают анчоусов в виде жидкой кашицы в свои клювы, из которых птенцы черпают пищу. Птенцу требуется около 45 килограммов рыбы, прежде чем он оперится и сможет позаботиться о себе сам. Точно такое же пиршество происходит и у тысяч других пеликанов. А также среди всех остальных видов морских птиц вдоль побережья. Отчего океан здесь настолько богат, что может прокормить многочисленных обитателей? Пустынные пингвины – одна из подсказок. Что привело этих любителей холодного климата в знойные суровые края? Ответ заключается в их названии. Пингвины гумбльта или перуанские пингвины. Они здесь благодаря невероятно мощному перуанскому течению, который идет сюда прямо из Антарктики. Это течение создает идеальные условия для роста фитопаланктона. Воду, богатую питательными веществами, насыщают поднимающиеся со дна минералы и греет солнце. Этот насыщенный бульон в самом низу пищевой цепи питает всех, кто обитает возле побережья. В том числе и многомиллионные косяки рыб, а также предоставляет незаменимую для многих созданий холодную воду. Морские львы, так же, как и пингвины, с удовольствием охлаждаются в водах океана. Но на побережьях Чили не всегда царит гармония. Половозрелые самцы морских львов бьются за территорию, и эти схватки приносят смерть и разрушение. После полудня берега и пляжи Атакамы заняты морскими львами. Грузные самцы возвращаются в море, остыть от полуденной жары. Однако для этого им приходится пробиваться через территориальные границы сородичей. Эти могучие трехсоткилограммовые создания практически безудержны. Самки и их детеныши взбираются на скалы, спасаясь от опасности. А самцы вступают в яростные баталии за свои гаремы, в каждом из которых может быть до 18 самок. Бои будут продолжаться некоторое время. У соперников останутся кровавые раны. Самцы морских львов иногда нападают на конкурирующий вид морских котиков, особенно на их молодняк. Для этих детенышей прибрежные водоемы безопаснее океана. Но их оставят на произвол судьбы всего через 8 месяцев после рождения. для своих габаритов взрослые морские львы удивительно проворны на суше. Они могут добираться до этих прудиков относительно легко. Единственный выход вскарабкаться повыше туда, где тяжелый взрослый самец их не достанет. Несмотря на попытки спастись, этот детеныш обречен. Кровавая бойня на пляже продолжится до самой ночи. К трем часам температура достигает наивысшей за сутки точки. Стаи высоких стойких птиц выходят кормиться в необычной местности. на гигантские солончаки с мелководными солеными озерами. Эти водоемы появились в результате таяния льдов в конце последнего ледникового периода. Удивительно, но в этих соляных лагунах есть признаки жизни. розовая приливная полоса из водорослей и бактерий. Источник пищи для крохотных водных обитателей. А они, в свою очередь, кормят весьма разборчивых птиц — чилийских фламинго. Благодаря бета-каротину, который содержится в тканях, похожих на планктон созданий, оперение этих птиц приобрело красноватый цвет. Фламинго, танцуя, взбивают ил. Возможно, отсюда и пошел известный танец фламенко. Своими движениями они поднимают со дна гущу, в которой плавают крохотные ракообразные и личинки мух. Птенцы не могут сами находить пищу. И родители скармливают им кроваво-красный секрет, в котором содержится больше жира и белка, чем в молоке млекопитающих. Фламинго прекрасно приспособились к жизни на солончаках. Они выдерживают воздействие не только жары, но и едкой соли. Подросшие птенцы собираются в стайки, чтобы было легче защищаться. Но даже порыва ветра достаточно, чтобы стаю охватила паника. Пройдет немало времени, прежде чем они порозовеют и научатся летать. Прямо за скалами разнообразие засухоустойчивых растений и цветов привлекает экзотических птиц, которые, как правило, водятся в тропиках. из полинских калибри. Они в два раза крупнее второго по величине вида калибри. Пожалуй, это самая крупная птица, способная зависать в воздухе. Калибри строит гнезда из травинок и даже паутины, скрепляя их слюной. У этой птицы осталось всего несколько часов, чтобы накормить птенцов перед наступлением ночи. Вдоль побережья жизнь кажется немного легче. Когда день близится к концу и солнце палит уже не так беспощадно, перуанские пингвины выбираются на берег. Но на пути к гнездовым площадкам встречается препятствие. Перуанские пингвины ловят рыбу весь день и к четырем часам дня выходят на берег. В поисках косяков рыбы эти пингвины уплывают за 35 километров от берега. В некоторые годы они могут проплывать это расстояние дважды или даже трижды. Во второй раз за день пингвинам придется пройти полосу препятствий в виде лежбища морских львов. морские львы опасны, так что пингвинам приходится пробираться сквозь массу огромных туш очень осторожно. львов. Продолжение следует... 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 Прокусить твердую скорлупу не так-то просто. И лисица приноровилась разбивать яйца о камни. Главное – найти подходящий инструмент. Как в условиях практически полного отсутствия осадков растения и животные умудряются выживать в пустыне Атакама? Откуда берут живительную влагу? Разгадка кроется в необычном климатическом явлении. С приближением сумерек утомленная солнцем пустынная флора и фауна ждет ежедневного события, которое является ключом к их выживанию – появление воды. Но не в виде дождя. Постоянное высокое давление препятствует образованию дождевых облаков над пустыней. Однако благодаря прохладному бризу, идущему от перуанского течения, здесь наблюдается иной тип конденсации. Каждый день, когда приходит жара, холодный воздух образует туман. Эти мельчайшие капельки воды – основа жизни на ближайшей к морю возвышенности, где соседствуют уникальные виды растений и животных. Влага скапливается на лишайниках или на иглах кактусов, а затем по грибнистым стеблям, словно по желобам, спускается к корням. Туман приносит чудо жизни на окраину пустыни. Но, к сожалению, не к сушеным землям, расположенным дальше. На удаленной от моря территории туман бесследно испаряется в сухом воздухе. Этот узкий оазис в голой пустыне привлекает и крупных животных. Иногда гуанака приходит сюда с холмов полакомиться засухоустойчивыми растениями. Они высасывают воду из лишайников, как из губки. Местные кактусы нашли способ выжить в суровых условиях. Половина стебля скрывается под землей во избежание потери влаги. Они растут в северном направлении. Так они меньше подвергаются воздействию палящих лучей солнца. Кактусы отмечают границу пустыни. Дальше растительности почти нет. В шесть часов вечера море успокаивается, создавая идеальные условия для еще одной большеклювы птицы – черного водореза. У этих птиц уникальный способ питания. Они погружают в воду только нижнюю часть клюва на лету. Как только добыча касается клюва, он защелкивается, и жертва оказывается в ловушке. Этот способ позволяет им кормиться даже ночью. Как правило? ПЕСНЯ В половине девятого темнеет. После полуденного зноя температура падает до 26 градусов Цельсия. Серая чайка возвращается к гнезду после перелета длиной 100 километров. Сидевший с потомством родитель позволяет добытчику накормить птенца. Через несколько дней этот птенец будет оставаться один, а его родители станут вместе улетать за добычей к богатым рыбой местам. Ночью поведение обитателей побережья Тихого океана резко меняется. Шумная колония агрессоров отдыхает. Однако не все создания погружаются в сон. Знаменитая кровососущая южноамериканская летучая мышь-вампир приходит в странное место охотиться на неожиданную для нее добычу. Пляжи Атакамы освещает полная луна. Шум и суету дня сменило умиротворение. Но одно создание все же бодрствует. Летучая мышь-вампир подкрадывается по песку к своей жертве – морскому льву. В пустыне нет крупных млекопитающих. Чтобы напиться крови, вампиру приходится прибегать к экзотическим методам. Он улавливает тепло и определяет место, где сосуды ближе всего к поверхности кожи. Острые, как бритва, зубы и антикоагулянт в слюне летучей мыши обеспечивают свободный ток крови по языку с особой бороздкой. Кровь – единственный источник пищи вампир. И он не собирается сдаваться. Другие ночные существа тоже появляются по всей пустыне в ночной тишине. Листоухий хомячок выходит на поиски воды. В этой засушливой местности нет луж. Он пьет конденсат, оставшийся после вечернего тумана. У маленькой ящерицы геккона еще более уникальный способ утолить жажду. На холодном ночном воздухе он собирает конденсат на свои глазные яблоки, а затем слизывает с них драгоценные капли воды. Ночь подошла к концу. Серые чайки плотно укутали птенцов и спасли от холодной темноты. Но на рассвете они продолжат свой суточный цикл. Пустыня Атакама, которую с одной стороны окружают Анды, а с другой – Тихий океан. Здесь ежедневная борьба за выживание разыгрывается в эпических масштабах. Выживают лишь те, кто смог адаптироваться. В условиях почти полного отсутствия дождя одни животные вынуждены добывать воду из растений, а другие – прямо из тумана. Одни выработали уникальные способы обогатить свой рацион, тогда как другие кормят себя и своих птенцов, пользуясь богатыми дарами океана. Даже крупные хищники, вопреки всему, выживают здесь. В одном из самых пустынных мест на Земле каждый день одни создания заканчивают жизнь, а другие дарят ее новым поколением. Так проходят сутки в чилийской пустыне Атакама. Программа озвучена на студии «Верес». Текст читал Олег Белов.